Такие большие, с клешнями, и там много вот этого вот мяса. Почему у вас так неестественно подняты брови? Я уважаю выбор своих детей. Почему решили стать блогером? И резко начала вниз спускаться, я зажмурилась, ребята, и глаза открыла только тогда, когда уже всё это остановилось. Всем привет! Сегодня я решила снять для вас вопросы и ответы. Вы мне задавали вопросы и в комментариях, и в инстаграме. Поэтому сегодня будут у нас ответы на эти вопросы. Первый вопрос. Что вы никогда не пробовали, но очень хочется попробовать? Я никогда не пробовала омаров. Вот не знаю почему, но на этот вопрос у меня сразу в голову пришли омары. Я в кино там видела такие большие, с клешнями, и там много вот этого вот мяса. И мне почему-то кажется, что омары, они на вкус должны быть как раки, но только их много. Ну вот почему-то хочется мне омаров попробовать. Следующий вопрос. Не хотели бы вы попробовать снимать АСМР? Я посмотрела в интернете, что это такое. Во-первых, я такое ни разу не слышала раньше. В общем, ребята, это не для меня. Ну, может быть, когда я была молодая, может быть, мне захотелось бы попробовать. Сейчас нет. Это, по-моему, не для взрослых женщин. Ну, по крайней мере, не для меня. Дальше. В какую страну вы хотели бы полететь? Ну, я вам хочу сказать сразу. Я не была еще ни в какой стране. Я ни разу не была за рубежом. Поэтому я не могу сказать, в какую страну я бы хотела полететь. Но точно знаю, что, может быть, комфортно бы я себя чувствовала там, где, во-первых, тепло. Я не люблю, когда холодно. Я не люблю, когда сильно жарко. Я люблю такую температуру комфортную. И я люблю, когда люди улыбаются, когда люди приветливые. Потому что на улыбку всегда хочется ответить улыбкой. Поеду туда, куда дочка вообще-то повезет. Но вот я и сказала свое такое мнение, что хотелось бы поехать именно вот в такую страну. Не знаю, в какой стране люди жизнерадостные и улыбчивые. Ну, вот такое у меня пожелание. Следующий вопрос. Были ли мысли о переезде в другую страну? В какую и почему? Ну, о переезде мыслей не было. Потому что я же сказала, что я нигде не была. И потом, я очень люблю Россию. Я так думаю, что если некоторые известные актеры приезжают из-за границы, поселяются в России, даже берут гражданство России, значит, наверное, у нас не так-то и плохо. А потом, такая есть поговорка, где родился, там изгодился. Поэтому вот для меня Россия – это мой дом. В других местах, вообще я вам хочу сказать, когда я приезжала в какой-либо город, даже в России, там, где русскоязычное население, казалось бы, да, я иду по улице, допустим, и я чувствую, что я иду по какой-то чужой земле. И люди, хоть и так же русские, мне кажется, какие-то другие люди. Я себя чувствую некомфортно, не у себя дома, находясь даже в другом городе России. А если за рубежом, там, где люди говорят на другом языке, я их не понимаю, они меня не понимают, мне кажется, я бы чувствовала себя дискомфортно. При том, что там другие порядки, другие обычаи, другие законы. Мне кажется, что, наверное, за рубежом, наверное, не очень комфортно бы я себя чувствовала. Хотя для того, чтобы какой-то вывод сделать, нужно сначала съездить, просто где-то отдохнуть, попробовать. Трудно мне судить об этом. Но жить все-таки я бы, наверное, не хотела бы где-то в другом месте, а хотела бы остаться в России. Вот почему-то я такой вот патриот своей родины. В советские времена я была на Украине, в Грузии, в Эстонии была. Ну, я туда ездила там отдохнуть ненадолго, с коллективом, не одна. Тем более, что это была одна страна. Не было ощущения, что я пересекаю границу и еду куда-то в другую страну. Ну, и потом мне было тогда еще лет, наверное, там, 18, молодая совсем была. Мне тогда было все равно. Я везде себя чувствовала комфортно. Но это, я же сказала, это была наша страна. Это не были отдельные государства, как сейчас. Следующий вопрос. Почему решили стать блогером? Ну, во-первых, потому что блогер у меня дочка. Я уже не первый год наблюдаю, как она снимает, как ей это нравится все. Мне вот со стороны казалось, что это занимает время, силы, да. Ну, по крайней мере, что-то ты творишь, это уже какое-то творческое, можно сказать, занятие. И потом я еще сама по себе такой человек, я привыкла все время работать. Я привыкла заниматься все время каким-то делом. И вот сейчас уже больше года я не работаю. Я в последний год занималась в основном внуком, дочке. Помогаю ей. Так как ее занятие, вот это блогерство, занимает много времени. И я приезжала к ней, помогала ей там брать, приготовить, там с внуком посидеть, если ей куда-то нужно. И даже шутя, вот когда я работала уже последний год в бытовой технике, работала консультантом, я даже на работе говорила ребятам, вот когда уволюсь, наверное, мне придется становиться блогером. Потому что, ну, состояние здоровья, там, спина моя больная, мне не позволяют куда-то устраиваться на работу и где-то на кого-то трудиться. А делать работу дома, ну, по-моему, блогерство, это вот идеальное то, что для меня подходит. И потом я хочу сказать, что это занятие стимулирует на какие-то творческие порывы, стимулирует, допустим, даже вот утром встать, привести себя в порядок, накраситься. Я когда сидела дома и вот целый год не работала, я за целый год накрасилась один или два раза, наверное, и то это куда-то вот там, не помню даже по какому такому случаю, по-особенному, мне даже краситься не хотелось. А сейчас у меня есть стимул привести себя в порядок, что-то сделать, что-то подумать о чем-то, мысли свои занять. То есть занятие внуком – это не предел моих мечтаний, да, а вот еще какое-то занятие. Но мне это занятие нравится, мне это интересно. И еще хочу сказать, когда человек ничем не занят, а просто сидит дома. Вот я знаю по себе, когда я сидела в декрете, еще и со своими детьми, ну, просто начинаешь тупеть, вот честно говоря. Человек, он либо развивается, чем-то занимаясь, либо он деградирует. И вот мне очень страшно было, если я начну деградировать. До этого у меня мозг очень активно работал, я все время чему-то обучалась и свои знания передавала людям. Все время было какое-то общение, контакт с окружающим миром, с людьми. А сидя дома, я этого всего лишилась. И сейчас я посредством интернета вышла, опять-таки, к людям и общаюсь теперь с вами, и снимаю для вас, и получаю обратную связь. Мне это все очень нравится. Следующий вопрос. Сколько лет водительский стаж, когда сдавали на права? Ребята, вообще на права я не собиралась сдавать. Даже вообще не было в мыслях садиться там за руль, водить машину. Но так получилось. Сначала у меня сын просто выучился на права где-то за полтора года до меня. Потом моя сестра вдруг захотела машину, захотела идти учиться на права. И я думаю, ну это что, у меня дочка водит, сын, значит, тоже с правами, сестра будет с правами. А я что, хуже других, что ли? При том, что у меня было время для того, чтобы учиться. У меня были деньги, я зарабатывала хорошо, при том, что я даже зарабатывала больше, чем ожидалось. И деньги у меня откладывались. И я уже начала задумываться о том, что нужно какую-то совершить такую серьезную покупку, помимо там одежды и всякой всячины. Но денег зарабатывала не настолько много, чтобы купить квартиру, но, по крайней мере, на машину я заработала сама. И все. И вот в 2013 году я пошла учиться на права. Пока я училась, там несколько месяцев, у меня уже накопилась сумма на машину. И когда я права уже получила, я купила машину, думаю, буду водить сама я или не буду. По крайней мере, сын будет водить или мы будем по очереди. В общем, на машине мы вначале ездили с ним по очереди. Так что у меня вот 5 лет с лишним уже водительский стаж. И я езжу на машине на своей сама. Сейчас у нас у каждого своя машина, так что теперь я езжу на своей сама. Следующий вопрос. Какая у вас мечта? Задумалась я над этим вопросом, потому что мечта, которая у меня была раньше, пока еще дети были маленькие, пока я с ними жила, у меня была мечта, частный дом, там комнаты, чтобы было много комнат, чтобы был там дворик, садик, верандочка. Я всегда почему-то верандочку хотела. Но чтобы больше проводить времени на свежем воздухе, в собственном дворе, не там, где соседи на лавочках сидят, чтобы дети могли гулять. Также в собственном дворе. Вот такая была у меня мечта. Ну а сейчас я подумала и думаю, что в принципе дети выросли, у них свои семьи, самостоятельно живут. И уже как бы такой дом, ну уже не актуально. А вообще мне хотелось бы, чтобы у моих детей и внуков было собственное просторное жилье. Ну а для себя лично я хотела бы здоровья и энергии. Вот когда есть здоровье и энергия, я знаю, что я сделаю все, что мне нужно. Я сделаю все сама, делаю всегда все с удовольствием. Когда здоровья нету, ничего уже не хочется, все это в тягость. В общем, для меня лично важно здоровье и энергия. Следующий вопрос. Какой совет могли бы дать подрастающему поколению? Вы знаете, этот вопрос, ну может быть на него большой, такой длинный бы, может быть, ответ можно было бы дать. Но я скажу просто коротко. Первое. Ребята, не растрачивайте свое время драгоценное куда-то зря. Ставьте цели и идите к ней. Второе. Познавайте что-то новое. Все время интересуйтесь чем-то, пробуйте, ничего не бойтесь. Не бойтесь ошибаться. Все ошибаются. На ошибках учатся. Это опыт жизненный вы приобретаете. Развивайтесь. Человек либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано. Не стойте на месте. И самое главное. Не ленитесь. Только ленивый человек не имеет в этой жизни ничего. Можно долго сидеть, о чем-то рассуждать, о чем-то мечтать. Но надо идти и делать. Для меня всегда было очень важным даже не говорить, что я собираюсь сделать, а делать. Вот когда я сделала, тогда я говорю, я вот это сделала. Нет у меня такой привычки говорить, я вот это сделаю или я буду делать то-то и то-то. Пока я о своих планах кому-то рассказываю, я уже таким образом растрачиваю энергию, которую потратила бы именно на это дело, которое собираюсь сделать. Поэтому я молча просто беру и делаю то, что хочу делать. Ну и верьте в себя. Даже если кто-то в вас не верит, не обращайте внимания. Просто верьте в себя. Берите, пробуйте и делайте. Не бойтесь. Даже когда у меня были сомнения, вот допустим, я что-то хочу сделать, но мне было боязно что-то начинать такое, чего я не пробовала, допустим. И я была не уверена, может быть, когда-то в какие-то моменты в свои силы. Дочка мне говорила, мама, у тебя все получится. Бери, делай. Ничего не бойся. Я думаю, если мне дочка говорит, что у меня все получится, значит, надо это пробовать и делать. Значит, оно должно получиться. Вот. И я вам говорю, ничего не бойтесь, берите и делайте. У вас все получится. Следующий вопрос. Летали ли вы с самолетом? Какие эмоции испытывали? Вы знаете, с самолетом я летала. Первый раз, когда я полетела на самолете, мне было 18 лет, я тогда устроилась работать в аэропорт и полетела в командировку. Честно говоря, необычные какие-то были впечатления. Я помню, когда самолет отрывается от земли, и ты смотришь в иллюминатор, как земля уходит вниз. Было, честно говоря, странным. То, что такая здоровая махина, такая здоровая тяжелая железяка, она поднимается в воздух. Вот это было такое странное впечатление. Ну и, конечно, какой-то страх присутствовал, потому что, работая в аэропорту, я знала, что самолеты иногда падают. Если он упал, то это уже все. Поэтому я больше предпочитаю все-таки ездить поездом, потому что он едет по земле. В поезде можно походить, можно полежать, если там устала. Ну, как-то мне в поезде, я ездила с детства, и как-то мне более привычно. Но если, конечно, нужно срочно куда-то, то, конечно, самолет. Ну, не очень я и буду. Хотя раньше мечтала стать стюардессой. Но это мне было тогда 18 лет, и я ничего тогда не боялась. Мне было все ни по чем. Следующий вопрос. Пробовали или увлекались ли экстремальными развлечениями? Какими? И что бы еще хотела попробовать? Вообще, ребята, как-то мы взлетели на парашюте над морем. Поехали отдыхать на море, и дочка взяла парашют, там два кресла рядом. И я напросилась, а мне было тогда лет 40, я напросилась тогда с ней полететь. Думаю, ну, хоть раз в жизни все-таки взлететь на парашюте. Скажу вам, жутковато было. Дочка там сидела, ногами дрыгала и песни пела. Я такая вжалась в кресло, боялась голову повернуть в сторону, только глазами вот так вертела вправо-влево-вниз. И думаю, ну, скорее бы уже опуститься вниз. В общем, мне было страшновато. А еще мы гуляли в парке, и вот такие аттракционы, как американские горки, там вот какая-то такая коляска поднимается вверх и резко вниз спускается. В общем, пока она еще там ехала медленно, и небольшие еще были горки, я еще как-то нормально себя чувствовала. Но когда она поднялась вверх и резко начала вниз спускаться, я зажмурилась, ребята, и глаза открыла только тогда, когда уже все это остановилось. Больше я сказала, не поеду. Все, это уже не для меня, потому что, знаете, страхи, они приходят, появляются, они с возрастом. Когда человек молодой, энергичный, все хочется попробовать и хочется этот адреналин ощутить. Ну, я этого уже как бы много адреналина ощущала в своей жизни. В общем, честно говоря, сейчас уже все, боюсь, не хочу больше. Следующий вопрос. Какой любимый исполнитель? Ну, я так как начала петь еще со школы, это были там времена еще там 70-е годы. И тогда вот просто я, для меня кумиром была Алла Пугачева. Я перепела все ее песни. Вообще, в основном на ее песнях я училась петь. Пластинки такие были, я включала. Когда родителей дома нет, у нас всю громкость включу. И, в общем, начинаю там петь. Я ее песни копировала даже, вот прямо один в один. Мне кажется, даже благодаря этим песням я и петь научилась, в общем-то. Потому что я уже в школе пела хорошо. Ну, а у Селены вопрос тоже, какие любимые исполнители. Ну, Гагарина, Ани Лорак. В общем-то, мы с ней обе любим слушать исполнителей, которые хорошо поют, у которых хорошо поставлен голос, которые поют сильно, мощно. То есть, когда можно восхищаться голосом. Ну, а те исполнители, которые голоса как такового не имеют, но есть такие популярные, поют. Ну, честно говоря, восторгаться особо нечем. То есть, если ты смотришь клип, он красивый, да, можно на него посмотреть. Но если ты слушаешь музыку и не смотришь на экран, а просто она у тебя там в машине звучит или просто... Ну, как бы, нет ничего особенного, в общем, восторгаться нечего. Ну, вот так я отвечу. Следующий вопрос. Как изменилось ваше здоровье после того, как вы сели на правильное питание в лучшую или в худшую сторону? Ну, ребята, во-первых, я на раздельное питание села, да, то есть, это отличается от многих диет. И в худшую сторону, ну, никак оно не может измениться. Потому что, во-первых, прекращаешь есть жирную пищу, жареную пищу. В принципе, из продуктов можно всё, только понятное дело, что ограничиваются углеводы. Если я до этого много ела углеводов, хлеб, картошку, ну, крупы я там не очень люблю, сладкое, каждый день ела, то сейчас уже понятное дело, что углеводы ограничены. Мясо, ну, раз в день я ем, допустим, его, и этим я достаточно насыщаюсь. А так вот в основном идут овощи, тушёные там, или салаты свежие идут. Ну, уже, конечно, смотришь, следишь за продуктами, следишь за тем, какое время ты принимаешь пищу. Ну, и, в общем-то, я сыта, и на ночь уже есть я перестала, уже давно не ем, как на раздельное питание перешла. Ну, то есть мой желудок чувствует себя комфортно, весь пошёл на убыль, и я сама себя в целом чувствую сейчас легче себя и комфортнее. Поэтому, естественно, отвечу, что в лучшую сторону, и советую вам, если у вас проблемы с желудком, либо там с холестерином, либо с весом лишним, переходите на раздельное питание. В отличие от монодиеты, здесь не ограничиваешь себя именно в каких-то продуктах, в любимых, да, в принципе, можно есть всё, но в каких-то вот небольших количествах, и правильно, главное, сочетать вот это вот, не есть углеводы с белками вместе, и всё, в общем. В общем, так, следующий вопрос. Ваше любимое блюдо, какую кухню вы предпочитаете? Ну, если честно сказать, я люблю то, чего есть нельзя. В общем, я люблю вредную еду. Я люблю жареную картошку, я люблю жареные котлеты, макароны с мясом люблю, жареную рыбу люблю. Такая еда, она вкусная, иногда чуть-чуть можно её поесть, но не увлекаться вообще, если худеешь, то, конечно, лучше какое-то время воздержаться для снижения веса, да. Если вот вес нормализовался, сейчас он у меня стабильно держится на одном месте, я сейчас на данный момент иногда ем какую-то еду, чуть-чуть, которую мне нравится, да, ну, стараюсь не сочетать углеводы с белками, но моя задача сейчас вес удержать на том уровне, на котором он у меня сейчас находится. Я снизила до 70, до 69 килограмм, и сейчас я смотрю, чтобы он мне не поднялся выше 70. Пока я болела, ещё хочу сказать, организм ослабевает, и ему нужны силы для того, чтобы бороться с болезнью. Поэтому я дала себе возможность немножечко подкормить организм, подпитать его. Немножко картошку ела, хлебушка пару кусочков в день, ну, в общем, такие моменты я себе позволяла. Я боялась, чтобы у меня вес обратно не начал подниматься, но, слава Богу, он не начал подниматься. В общем-то, я уже выздоровела почти. Чувствую себя хорошо. Сейчас просто уже остаточное явление осталось, но уже идёт всё на поправку. И поэтому сейчас я немножко подержу вес на месте. А потом ещё с новыми силами хочу сбросить ещё всё-таки несколько килограмм, потому что всё равно мне хочется приблизиться к 48 размеру. Сейчас у меня стабильный 50 размер, а был 52. Ну, а какую кухню я предпочитаю? Вы знаете, я не могу сказать конкретно, какую кухню, потому что в основном я ем то, что и готовлю я сама. Я не хожу в какие-то там рестораны с какой-то кухней. Ну, вот суши, например, я не люблю. Мне они как-то вот, желудок не очень-то их воспринимает. Так как у меня родственники армяне, вы уже, наверное, знаете, кто смотрит мой канал, то где-то у меня русско-армянская такая кухня, но из армянской кухни единственное, что я немножко переделала блюда под себя, сделала их менее жирными и не острыми. Острое мне нельзя и жирное мне нельзя. А так, в общем, мне нравится армянская кухня и русская кухня. Я люблю борщ, картошку люблю. Ну, картошку сейчас не ем. Ну, вот мы с Ихая готовила, это то, что бабушкино любимое блюдо. Вот там баклажаны в основном и с мясом. Вот тоже хорошее такое сочетание. Ну, вот такую кухню. Кто вы по гороскопу? Ребята, я Овин. Я самый настоящий, типичный Овин. Ну, женщины Овны, это энергичные люди, это знак огня. Кстати, вот дочка у меня Лев, и нас с ней объединяет энергетика. Мы обе знак огня. То есть это люди такие вот энергичные, подвижные, легкие на подъем, вот в этом плане, и оптимистичные. У нас как-то это с ней много общего. Образование. Также в этом вопросе. Какое образование? Ну, после школы я не пошла дальше учиться, вернее, я пошла в ПТУ, потому что певицей мне мама не разрешила идти учиться. Я пошла просто в ПТУ. Я училась на раскрощиках верха обуви, там швея в обуви, и за конвейером сидела. Потом, после этого, когда уже я стала самостоятельно жить, я пошла в культ просвет училища, я пила в ресторане, параллельно училась. Но последний курс я не доучилась, так как у меня уже был второй ребенок. Я ушла в декрет, взяла академический отпуск, и не вернулась туда-обратно уже. Ну, в принципе, оно мне уже было и неактуально. А последние вот где-то десяток лет, даже больше десяти лет, училась в основном по интернету, вебинары, семинары, тренинги. В общем, где я работала, везде у нас проводили такое вот обучение. Поэтому такого прям образования у меня нет. Высшего образования никакого нет. Еще вот такой вопрос. Задают уже не первый раз. Кто-то очень вот интересуется мужчиной вселенной. Я, правда, честно говоря, не могу понять вообще, с какой целью такой интерес, почему. Думала не отвечать на этот вопрос. Но потом решила, что все-таки я вам отвечу. Я уважаю выбор своих детей. Они у меня вполне самостоятельные люди. И я им всегда говорила, все, что вы выбираете, вы выбираете для себя. То есть, если моя дочь сделала выбор, и если она человека любит, уважает, почему я должна относиться к нему по-другому. При том, что я с ним общалась, и он очень внимательный, заботливый. Он о ней очень заботится. И я знаю, что я передаю дочь в надежные руки. В общем, почему я должна к нему плохо относиться. Я к нему отношусь очень хорошо. Следующий вопрос. Были ли вы в Украине? Ребята, ну, была я там дважды. Ну, честно говоря, один раз я была... В 18 лет, я говорила, я была в какой-то деревне, там пару дней гостила в гостях у знакомых. Не помню таких никаких впечатлений, потому что я находилась в доме, во дворе, и где-то там я была проездом, все мельком. То есть, вот именно гулять по улицам не гуляла. Второй раз я ездила с буддистами. Тоже это было где-то за городом, тоже какое-то вот поселение, где-то там вообще было поле, шатры вот эти стояли буддистские. И была я проездом через Харьков. Помню, вот вокзал, мы вот для вокзала ждали поезд. Впечатлений никаких, никаких таких воспоминаний. Мы немножечко где-то там прогулялись по улице до поезда, зашли на рынок. Ничего такого особенного у меня не осталось от воспоминаний, от впечатлений. Но еще до таких вот событий, которые стали последние годы происходить в Украине, раньше мне хотелось посетить Одессу. Почему-то, наверное, потому что я выросла в Ростове, и как говорили, Ростов папа, Одесса мама. Но, наверное, может быть, поэтому мне хотелось посетить Одессу. Потом я видела фильмы, которые снимались в Одессе, и про Одессу тоже. Вот мне как-то вот хотелось туда попасть. Но сейчас в Украину ехать я не хочу. Там неспокойно, поэтому нет. Еще такой вопрос. Расскажите про Селину и Крис. Они вместе с рождения, как Зита и Гита? Да, девочки, мы раньше жили по соседству. И дочь моя родилась в августе, А Кристинка родилась в сентябре, у них полтора месяца где-то разница. С ее мамой мы вместе сидели в декрете, вместе общались, делились, как наши детки развиваются, детки вместе играли. И, в общем-то, да, они с рождения вместе дружили, вместе росли. Я потом переехала на несколько этажей выше, но в том же подъезде. И, в общем-то, наши дети, все детство, в общем-то, росли вместе. И вот с тех пор они и общаются. Ну и напоследок хочу ответить еще на один вопрос. Мне в комментарии написали. Почему у вас так неестественно подняты брови? Честно говоря, я не знаю, что мне ответить на этот вопрос. Девочки, вот у меня брови подняты. Я когда говорю, я поднимаю брови. Когда я молчу, брови у меня опущены. Да, кажется, хмор. Когда говорю, вот так поднимаю. Почему они у меня так подняты? Ну, это, наверное, у меня такое выражение лица. Вот. Ну, это мне не подконтрольно. Это мне не подвластно. Поэтому принимайте меня с такими приподнятыми бровями. Считайте, что у меня не идеальное лицо. Оно у меня немножечко не совсем правильно. Так что вот так. Ну, что, я надеюсь, что на вопросы, наверное, на все или почти на все я ответила. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok